Антракноз винограда Среди виноградных болезней есть опасное для культуры заболевание антракноз винограда. Проявляется оно сначала изменением листьев. На них появляются небольшие темные вкрапления, которые со временем становятся плитными. Изменения приводят к высыханию и осыпанию листьев. Со временем болезнь распространяется сначала на молодые побеги, потом на весь куст. Лоза, покрытая бурыми питными, растрескивается и при высокой влажности воздуха загнивает. Болезнь поражает и соцветия, гроздья винограда. На виноградинках зараженного куста присутствуют бурые пятна с темной сердцевиной. Антракноз из-за специфического рисунка на ягодах известен как птичий глаз. Тронутые болезнью плоды опадают и виноградарь может потерять до 80% урожая. Ослабленные из-за инфекции кусты не переносят зимние морозы и погибают. Возбудитель болезни. Причиной заболевания является грибковая инфекция. Коварство антракноза заключается в том, что грибок распространяется быстро, а своевременно выявить инфекцию не всегда удается из-за нахождения возбудителя в спокойной фазе. Грибок может несколько лет не обнаруживать себя. Толчком к активизации становится влажная теплая погода, поэтому вспышки заболевания чаще наблюдаются в весенний период и в начале лета. Осень становится порой активного распространения спор. Но из-за того, что налазение от молодых побегов и листьев инфекция себя не проявляет. Дополнительная информация. Этой инфекции о ее возбудителями могут быть микроорганизмы видов Глоя, Пориум, Калто, Тришум, Каботиэлла, не страшны зимние морозы. Грибок и его споры зимуют в зараженном растении. Активизируется грибок при повышенной влажности и плюсовой температуре воздуха от 20-30 градусов Цельсия. В виноградарстве наблюдается тенденция расширения территории, подверженной антракнозу, кроме теплой Молдовы, Украины и Средней Азии. Юга России грибковые заражения стали наблюдаться в Беларуси, средней полосе России. Растения при обнаружении заболевания нужно лечить сразу же, не допустить грибковые инфекции помогают профилактические меры. Антракноз винограда причиной профилактика. Помимо благоприятных для развития грибка климатических условий активизацию инфекции могут вызвать почва, скудная накалия и фосфор. Закисленная или соленая земля, неправильная обрезка и нарушение других агротехнических норм. Заболевание развивается быстро, первые признаки появляются на кусте через 7-8 дней после заражения инфекцией и быстро распространяется. При бездействии можно потерять весь виноградник. Избежать заражения антракнозом помогает правильный уход за виноградными кустами. Весной до цветения нужно делать опрыскивание с интервалом в 2 недели 1% и краткой бордоской жидкостью или медь с содержащим препаратом. Убережет от инфекции виноградные кусты и опыление порошком серы. Санитарный обрезк лозы. Ее делают, чтобы, не допуская загущения, создавать условия для проветривания кустов и своевременно удалять больные и засохшие побеги. После процедуры все срезанные части винограда сжигают, а инструменты дезинфицируют. Регулярное рыхление почвы под кустами. Правильный полив без переувлажнения, мульчирование почвы. Удаление сорной травы из-под кустов и с участка. Внесение комплексных удобрений с высоким содержанием кальция и фосфора. Опрыскивание после ливневых дождей раствором бордоской смеси или фунгицидами. Важная мера при борьбе с инфекцией – дезинфицирующая обработка садового инвентаря после обрезки и посинкования. Перекопка земли и дополнительная подвязка лозы. Лечение. Для лечения антракноза винограда применяются три способа. Агротехнический способ связан с соблюдением норм агротехники. Это недопущение загущения куста, регулярные подкормки, санитарный обрезк лозы, удаление сорняков, эмульчирование, рыхление почвы. Химический эффект достигается путем воздействия химическими препаратами. Чтобы исключить возможность инфицирования растения ранней весной, когда грибок только проснулся, куст опрыскивают несколько раз защитными средствами. Выбирается время, когда молодые побеги вырастут в длину на 7-10 см. Первое опрыскивание делается 3% раствором бордосской смеси. Через две недели обработка повторяется, но с использованием 1% го-раствора. Бордоская смесь для предупреждения возникновения и развития заболеваний весной, во время образования почек. Цикл опрыскиваний можно Дополнять обработкой раствором с дноком 2,2% и нитрофеном 1,3%. Совет Для опрыскивания по листу выбирается утреннее или вечернее время, чтобы уберечь растения от ожогов. К химическому относится и метод, который имеет лечебный эффект, с использованием фунгицидов. Лечить антракноз начинают с опрыскивания раствором медного купороса, после чего применяют фунгициды контактного действия, а не убивают. Грибок при соприкосновении или системного перераспределяются из места нанесения в другие части растения по поверхности внутри. Растения смешанного действия Лучшими среди фунгицидов для лечения виноградной лозы признаны акробат МЦ, Купроскот, ДНОК, Бордосская смесь, Скор, Фитоспорин М. Обработку рекомендуется проводить регулярно с промежутком между опрыскиваниями в две недели. Если идут частые дожди, интервал между обработками сокращает. С применением биофунгицидов в отличие от химических препаратов, их воздействие нехимического происхождения, в частности, бактериального. Биологические фунгициды низкотоксичны, потому безопасны для куста, здоровья человека, насекомых. Они отличаются высокой эффективностью, схема и способ их применения аналогичны химическим препаратам. Популярностью среди биофунгицидов пользуются средства Фитоб Интеграл План Рис Агат Микосан. Важно! Борьба с грибком, вызвавшим антракноз виноградника, народными средствами бесполезна. Использовать народный рецепт заманчиво, но при его применении будет потеряно время, важное для спасения больных кустов. И будет дано время инфекции для распространения. Вылечить растения не удастся без исключения неповторного заражения. Поэтому при диагностировании антракноза оперативно делается обрезка пораженной грибком лозы, а все удаленными из куста побеги, листья, кисти ягод сжигаются. Совет! Для повышения эффективности обработки нужно пользоваться опрыскивателем с хорошим распылением. Важно не допускать стекания жидкости по листам. При уходе за виноградником важен системный подход. Независимо, какое лекарство выберет виноградарь, химический препарат или биофунгицид, нужно соблюдать агротехнические нормы и проводить профилактические мероприятия. Только тогда виноградарство будет процветать. 0.0 World Article Rating 0.0 World Article Rating